Как снизить сахар и холестерин в крови? Приготовить кофе в турке с пенкой правильно для снижения сахара и холестерина. Чтобы снизить сахар и холестерин в крови, нужно пить кофе правильно. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачков. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натурбат Борис Скачков. Автор более тысячи опубликованных видео на разных видеоканалах в интернете. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, если у вас повышен уровень сахара в крови, я подскажу, как быстро снизить уровень глюкозы в крови. Это очень важный, жизненно важный показатель. Повышенный уровень которого резко нарушает качество жизни и сокращает ее продолжительность. Если у вас повышен уровень холестерина в крови, в этом видео вы узнаете, как снизить холестерин в крови. Особенно его вредные фракции. А также, если у вас одновременно повышен и сахар, и холестерин в крови, вы узнаете правильный ответ. И на этот вопрос. Как снизить сахар, уровень глюкозы и холестерина в крови одновременно? И для этого вам нужно знать всего-навсего, как приготовить кофе в турке правильно для этих целей и задач. И что мне нужно для того, чтобы рассказать вам и показать, как приготовить кофе в турке с пенкой правильно. Мне нужен, безусловно, кофе. Нужна турка или джезво. Нужна вода, она продолжает натуриться. Нужна чашка, ложка. Ну и секретный ингредиент, о котором вы узнаете в конце видео. Ну, первое. Выбор турки. Вот такая турка в этом случае не подойдет. Я ее убираю. Нужна только турка такого размера. Примерно 70-80 мл. Далее беру кофе. Какой кофе я расскажу чуть позже. Вначале для приготовления правильного кофе мне нужна буквально пол чайной ложечки. Кофе нужно закрыть. Ложечку пока отложил. Она нам также понадобится чуть позже. Итак, кофе ставлю на огонь. Кофе нужно оживить. Буквально 20-30 секунд контакта с огнем. И те жироподобные вещества, которые находятся в кофейном зерне. Теперь будут растворять кофеин. И образуется вот то самое уникальное соединение кофеоль. Которое обладает непревзойденным вкусом. И помогает, будет нам активно помогать. Снижать и уровень сахара в крови, и уровень холестерина в крови. Ну и два показателя одновременно. Кофе, я надеюсь, уже прогрелся. Немножечко его пошевелю ложечкой. И заливаю воду. Вода готовилась во время видео. Должно быть шипение. Есть. Шипение состоялось. Заливаю пол водочек. Ну и дальше, пока кофе будет готовиться, я расскажу вам значимость каждого ингредиента. Конечно, для того, чтобы правильно снижать уровень сахара и холестерина в крови, нужна хорошая работа печени. Иными словами, если ваша система питания не соответствует возможностям вашей печени, у вас будет повышен и сахар в крови, и холестерин в крови. И уникальных диет нет. Есть правильное питание под ваш уровень здоровья. Ну, если вы знаете все секреты здоровья. Или что делать, если у вас есть печень и почки. Ну, это одна из более 50 опубликованных мною книг. Ну, в данном случае более простой вариант. Я вам подскажу. Кофе готовится. Выбор кофе. Здесь все зависит от скорости, которую вы хотите развить по снижению уровня сахара и холестерина в крови. И если вы хотите с малой скоростью это делать, то, конечно же, здесь у вас будет измельченный сорт кофе под названием «Арабика». Если вы хотите чуть быстрее, вы купажируйте «Арабику» и «Робусту» вместе. А если вы хотите самую высокую скорость для снижения уровня сахара и холестерина в крови, то тогда здесь только «Робуста»! Измельчение, я бы сказал, тонкий помол нам нужен. Ну, а зерно средней обжарки. И с кофе, пожалуй, все. Что еще имеет значение? Конечно же, вода. Правильно подготовленная вода. Вода должна быть по умолчанию очищена от экологических токсинов. Иными словами, если вы живете в сельской местности, либо у вас не артезианская скважина, то вам нужно удалять из воды пестициды, гербициды. Если вы живете, в принципе, употребляете ту воду, которую употребляем, то вам нужно удалять из воды соли тяжелых металлов, радионуклиды. Если в городских условиях чаще всего хлорируют воду, нужно удалять производные хлора. В зависимости от того, какие трубы находятся между вами и станцией по подготовке воды, нужно удалять из питьевой воды железо, медь, цинк. Все зависит от того, какие трубы у вас есть. В данном случае удалять ничего не нужно. Фильтр очищает от всех этих компонентов, но оставляет соли жесткости. Иначе в погоне за снижением уровня сахара и холестерина в крови можно наиграть себе обострение как минимум калиса, перспективе остеопороза. А если он есть, он уже и обострится. И обмен на гистрафические заболевания суставов. Этого, я думаю, вы не хотите делать. Обычно, когда я готовлю кофе для здоровья, а в данном случае для здоровья, я на этом этапе добавляю сахар. Если вы обратили внимание, сахара на столе нет. Конечно же, если мы не будем добавлять сахара, то уровень сахара в крови будет снижаться быстрее. И уровень холестерина, я вам скажу, будет снижаться быстрее. Эти показатели завязаны в энергетическом обмене. Если вы будете более активно использовать глюкозу, то у вас автоматически снизится и уровень холестерина. Но вместо сахара будет секретный ингредиент, который находится в этой емкости. И о котором я расскажу немножечко позже. Кофе готовится. Я рад. Пеночка так слегка подходит. Попробую немножечко пошевелить. Ой, волшебный напиток! Да, если бы вы слышали, какой аромат сейчас идет, у вас уже потекли бы слюнки. Что важно еще знать в этом случае? Очень важно удалить из воды возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, а также их токсины. Почему? Для того, чтобы грамотно и правильно снизить уровень сахара и холестерина в крови, нужно разогревать третий вид обмен веществ. Имея в виду грибковый. Когда у вас есть любая интоксикация, несущественная, у вас экологические токсины, влияют на ваш организм. Кто ли это? Бактериальные, вирусные, грибковые токсины. Не имеет большого значения. Имеет ключевое значение слово «токсин». С вашими токсинами ваш организм будет бороться. И самый простой способ борьбы связываются различными белковыми системами. И удаляются из организма. В крови есть белки альбумины. 100% синтеза которых завязана на работе печени. Если у вас хорошая работа печени, у вас уровень альбуминов находится на достаточном уровне. В достаточном количестве. И они могут своевременно связывать токсины. Но это не влияет на основной обмен. Это влияет только на детоксикацию. На очищение вашего организма. Поэтому если вы неправильно выбрали воду. Неправильно подготовили воду для этого процесса. Вы будете в процессе. А уровень сахара в крови, либо уровень холестерина в крови будут оставаться на тех позициях, на которых они были. Очень важно правильно закрутить обмен веществ в организме. активировать белковый обмен. В пламени которого будут гореть и углеводы, и жиры. Белки очень хорошо приносят 9 ккал. Практически столько же, сколько и жиры. Но! Из жиров вы усваиваете. В организме остаются практически все калории. Примерно 7-8% содержащихся в жирах калорий организм теряет в виде тепла. Все остальное утилизируется. С углеводами еще сложнее. 3-4% углеводов в виде тепла подогревают температуру тела в вашем организме. А вот с белками несколько интересней. Белки приносят 9 ккал. А в организме остается чуть больше 4 ккал. Иными словами, более половины заложенной в белках энергии ваш организм расходует в виде тепла. И если мы берем осень, берем зиму, иными словами холодные периоды года, когда температура окружающей среды ниже, чем плюс 18 градусов по Цельсию, то организм вынужден тратить больше белка на обогрев организма. А нам нужно активировать обмен веществ. Белки крутят обменные процессы, в которых как источник энергии используются и углеводы в лучшем случае, и жиры как запасной источник энергии. И снижается их уровень в кровеносной системе. И становится более безопасной ваша жизнь. Повышенный уровень сахара повышает уровень гликозидированного гемогландина. Иными словами, эритроциты, пропитываются прекрасно. Кофе у меня практически готов. Я могу его выключить. Кофе готов. И поместить в чашечку. Ну пусть немножечко, чуть остынет, осядет. Помогу осесть. Волшебная пеночка появилась. Прекрасно могу даже пеночку сюда перенести. В чашку. Объем кофе небольшой. Поэтому и пенки оказалось немного. Ложка мне еще будет нужна для правильной дозировки этого секретного ингредиента, который находится в этой емкости. Почему важен именно белковый обмен? Белки это катализаторы всех, вернее не катализаторы, это двигатели всех обменных процессов. Если белков у вас не хватает на обмен веществ, то вы энергию не тратите. Если вы боретесь с источниками интоксикации любого происхождения, у вас будет проблема. Белки будут расходоваться в этом направлении. Если в вашем организме шалят возбудители бактериальных вирусных грибковых инфекций, белки будут тратиться на борьбу с ними. На выработку интерферона, антител, на выработку иммунных клеток, чтобы уничтожать источники интоксикации. Я уже не говорю про возбудителей, вернее не про возбудителей, а про онкоклетки. Раковые клетки. Это третий уровень задач для вашего организма. Именно поэтому и откладывает организм при неправильном питании эту задачу напоследок. От интоксикации вы можете умереть в течение нескольких часов. От инфекции, если особо опасна инфекция, несколько дней. Если не особо опасна инфекция, вы можете с ней воевать несколько месяцев, или даже лет, или всю жизнь. А если возникает зачаток раковой опухоли, то она для диагностики современной приобретет значение только спустя 10-12 лет. Когда опухоль увеличится до 2 мм. Это предел современной диагностики. Который может вычислить зачаток злокачественной опухоли на размере примерно 2-3 мм. При этом пройдет 10-12 лет развития опухоли и 10-12 лет иммунодефицита. Поэтому нужно правильно распределять белки в своем организме. Чтобы получать те цели и задачи, которые вы хотите получить. Кофе у нас готов. Я его могу поместить в чашечку. И настало время вот этого секретного ингредиента, который находится в этой емкости. Это хороший коньяк. Именно на этом этапе добавляется коньяк в количестве 1 чайная ложка. Большего не нужно. И кофе в турке с пенкой для снижения уровня сахара и холестерина в крови готов. Что делает коньяк? Та функция, которую выполнял бы сахар при приготовлении кофе, ее выполняет коньяк. Он позволяет растворить те биологически активные вещества, которые теперь будут работать на ваш организм. И помогать активировать обмен веществ. Поэтому такая порция коньяка очень важна. И объем, и размер имеют значение. Как размер турки, размер чашки. Объем коньяка, который нужен в этом случае. Почему именно так? Как правильно пить кофе для снижения уровня сахара и холестерина в крови? Нужно пить маленькими глотками. Ммм, волшебный напиток! Конечно, сахарок бы ему не повредил. Но! Так темп снижения уровня сахара в крови будет меньше. Но! Обязательно пить за 5-10-15 минут до еды. Что вам даст такой волшебный напиток? Он вам даст усиление работы желудком. А в желудке стартует процесс переваривания белковой пищи. Он вам даст усиление работы печени. Которые теперь активнее будут подвергаться обменным процессам и углеводы, и жиры. Иными словами, обмен веществ усилится. И инсулинорезистентность печени, которая всегда сопутствует повышению уровня сахара в крови, будет уменьшаться. А печень — это единственный орган, который способен в значимых количествах удалять из вашего организма холестерин. Особенно окисленный, отработанный в обмене веществ. И правильно активируя работу печени, вы получаете тот результат, который хотели получить. Иными словами, снижаете уровень глюкозы в крови. И снижаете уровень холестерина в крови. Особенно снижаете уровень опасного холестерина в крови. Как часто принимать такой кофе? 4-5 раз в день, как того требует работа печени. Если вы будете употреблять такой кофе один раз в день, мало что вы получите по результату. А если 4-5 раз в день, минут за 5-10-15 до еды, то со временем вы усиливаете работу печени. И снижаете уровень холестерина в крови. А она вам снижает и сахар, и холестерин в крови оптимально быстро. Конечно же, если вы знаете все особенности, все, что нужно делать, если у вас есть печень, вы это делаете самостоятельно. Часть особенностей описана в моей книге. И она тоже доступна. Ее также можно приобрести. Безусловно, такой способ снизить уровень глюкозы в крови и холестерина в крови подойдет только тем, у кого не нарушен белковый обмен. Иными словами, у вас общий белок не находится у нижней границы нормы. А мочевина, креатинин, мочевая кислота у верхней границы нормы, либо выше ее. А также не подойдет тем, у кого повышен уровень артериального давления. Иными словами, цифры на тонометре без применения гипотензивных средств находятся в диапазоне верхнее давление 110-120, а нижнее 70-80 мм рт. Иначе высокие дозы кофеина слишком высокая скорость обмена веществ в вашей сердечно-сосудистой системе уже не по зубам. А минимальное количество коньяка, который находится в каждой порции кофе, разрешено во всех странах, где допустимо хоть какое-то наличие алкоголя в крови. Потому как в одной такой чашке кофе количество спирта примерно такое же, как 100-150 граммов натурального кефира, либо йогурта. Если у вас нарушен белковый, жировой, углеводный обмен, повышено артериальное давление, все вместе это называется метаболический синдром. Ключевое звено в этом процессе нарушение работы печени. Ну а выход более сложен, чем тот, который я описал в этом видео. Очень сложно заставлять хромого быстро бегать. И усиливать белковый обмен, если он нарушен, опасно для жизни. Поэтому решение такой сложной задачи вряд ли возможно описать в одном видео. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. Потому что я вам рассказал, каким простым способом, достаточно доступным, можно снижать и уровень сахара в крови, и уровень холестерина в крови. А это очень важный жизненно важный показатель. Сахар, когда он пропитывает гемоглобин, вернее пропитывает эритроциты, они становятся достаточно труднопроходимыми по сердечно-сосудистой системе. Особенно по капиллярному звену, где идет обмен веществ. И несущественно будут страдать сердце. Потому что по его капиллярам эритроциты будут идти медленно, отдавая свой кислород, забирая углекислый газ. А между эритроцитами будет медленно перемещаться плазма крови. И сердечные мышцы могут развиваться. Вначале метаболические изменения, потом дистрофические, потом атрофические, под названием миокардиосклероз. Если же повышен уровень холестерина в крови, он также отражается на состоянии, на проходимости сосудистого русла. Не только развитие маторосклероза. Холестерин это тоже одно из склеивающих веществ в сыворотке крови, которая уменьшает эритроцитам отталкиваться друг от друга. Иными словами, объем плазмы уменьшается, а вязкость плазмы увеличивается. И это тоже создает серьезную наруску на сердечно-сосудистую систему. А если вы посмотрите среди причин смерти, вы там не увидите повышенный сахар, либо повышенный холестерин. Вы увидите там две трети причин смерти в развитых странах. Это кардиологические заболевания. Это инфаркты, это инсульты, это острая сердечная недостаточность. И другие, не самые простые ситуации, которые могут возникать, если вы не знаете, как контролировать сахар и холестерин ковид правильно. До новых встреч на моих каналах! Доктор Скачков и Школа Доктор Скачков!